Всем привет, с вами Егор, мы в Скелетоне, и мы продолжаем восполнять утерянные знания. Сегодня будет обучающий материал по вилкам. Мы снимали похожие видео для нашего старого канала, но этих видео сейчас нет, а народ про вилки знает не всё, и мы поняли, что мы попали в такую ошибку вовлечённости, что ли, что когда ты в этом работаешь, тебе кажется, что все вокруг знают обо всём. Но на самом деле это не так. В общем, это видео будет для новичков, для тех, кто выбирает себе новую вилку, хочет разобраться, понять что-то новое. В общем, новички, смотрите дальше, старички. Ну, в принципе, тоже смотрите дальше, потому что вдруг вы узнаете что-то новое или подловите меня на чём-нибудь и напишите об этом в комментариях. Погнали! Во-первых, все BMX вилки Dume и 1,8. Ну, диаметр штока Dume и 1,8, и это восхитительно, потому что вам не нужно переживать, что вилка не подойдёт, что что-то будет не так, что какие-то там миллионы стандартов и так далее. Если меня смотрят МТБшники сейчас, то вы понимаете, о чём я говорю. Все вилки Dume и 1,8 раньше были дюймовые вилки, до сих пор можно найти на ebay дюймовые вилки, до сих пор можно найти, наверное, комнате авито, очень старые дюймовые вилки, и на макетах BMX, возможно, можно тоже найти дюймовые вилки. Но 100% вилок, которые продаются сейчас и которые актуальны, дюймы 1,8, и это прекрасно. Про вилки начну рассказывать по компонентам, начну со штоков. Штоки бывают цельные и впрессованные. Цельный шток, когда у вас цельная труба, которая приваривает с ноги, а впрессованные, когда у вас одна труба впрессовывается в другую трубу, в которой привариваются ноги. Цельный шток теоретически надёжнее, ну потому что, понимаете, одна железка лучше, чем железка, которую ставили в другую железку и потом что-то там наварили. И цельный шток легче, потому что, опять-таки, у вас одна железка, а не две. Вилки доступны в розницу с цельным штоком, вилки, стоящие на некоторых комплитах с запрессованным штоком. Ну, я бы, честно говоря, прям вот сильно не пережал по поводу того, что шток запрессован на комплите. Ну, так дешевле, и, в общем-то, чтобы сэкономить, можно начать кататься на таком. Если вы берёте вилку в рознице, то там шток будет всередать с 95%, даже 99%. Цельный. И это прекрасно. Важная штука – интегрированное опорное кольцо. Сейчас на современных вилках оно интегрировано, но, возможно, смотрят ребята, которые покупают что-то на барахолках, на авито, берут старые вилки. Возможно, вообще старики, которые катаются на старом железе, проверенным годами. На старых вилках это колечко нужно было надевать отдельно. И важно, в рулевых в комплекте часто идёт это кольцо. И если вы покупаете себе рулевую, то не набивайте его на вилку, на которой уже стоит опорное кольцо. У вас ничего не будет работать, ну, будет дополнительный люфт. В общем, посмотрите на вашу вилку. Если на вилке есть опорное кольцо, то выкидывайте опорное колечко из комплекта рулевой и ставьте как есть. Если опорного кольца нет, то добро пожаловать до тысячи пятой. Набивайте его. Ну, в общем, если вы когда-нибудь это делали, вы никогда не забудете этот процесс. Топ-кэп это болт, который вкручивается сверху вилки и зажимает вилку, вынос и рулевую на велосипеде. Сейчас все вилки выпускаются топ-кэпами. Раньше вилки были с якорями, когда внутри забывается ромашка и сверху болтиком затягивается. Но сейчас, слава богу, все вилки пришли на топ-кэпы. Это вот такие вот длиннющие болты, которые вкручиваются в шток. Топ-кэпы бывают трёх стандартов. М24, М25 и М18. Чем шире топ-кэп, тем уже вилка, ну, шток вилки внутри, сами понимаете. То есть, если у вас тоненькая резьба, то вилка толстая, если толстая резьба, то вилка толстая. Есть люди, которые утверждают, что, господи, о боже, на М25 настолько тонкие стенки у вилки, что наверняка у вас сломается. Мы знаем, кстати, в гарантийных обращений не сломается. Ну, в общем, не переживайте. Это, правда, не столь принципиально. Выбирайте вилку не по топ-кэпу, а по всему остальному. Другой вопрос, если вы потеряли свой топ-кэп, то вот тут стоит задуматься, посмотреть, какой у вас стандарт, погуглить или написать нам, мы вам расскажем. В общем, М24, М25, М18. Зачастую на вилках есть специальные риски для того, чтобы отпиливать шток, для того, чтобы вилка лучше подходила под ваш вынос без дополнительных порных колец. Но не на всех вилках это есть. И имейте в виду, когда вы отпиливаете вилку, смотрите на резьбу. У меня в руках вилка BSD Dust. Это клевая вилка. У нее все продумано. И тут вот добрых полсантиметра без резьбы для того, чтобы вилку можно безопасно пильнуть и избавиться от проставочных колечек. Проставочные кольца нужны, потому что у разных рам разная высота рулевой трубы. У вилок это разные штуки, хотя, как правило, на самом деле они одной длины. И, в общем, для того, чтобы у вас все это нормально собралось, тогда вилки нужно пилить. И вот для того, чтобы вилку отпилить безболезненно, обращайте внимание на наличие резьбы внутри и на наличие риска. Иногда нужно пилить по риску, надо пилить выше. Тогда вилку вообще лучше не пилить, потому что резьба доходит до верха. И вы, скорее всего, зафачите, пока будете отпиливать, тогда лучше ставить колечки. Кстати, про то, как откручивать топ-кэп. Топ-кэп откручившись шестигранником, иногда бывает отверстие под трещотку, но, как правило, внутри отверстия под трещотку, под квадрат, все равно есть шестигранник. Откручь шестигранником, вообще не думайте об этом. И, если кому-то важно, шаг к резьбе на топ-кэпе, как правило, полтора. Идем дальше и переходим к ногам вилки. Соответственно, это ноги, выглядят они как ноги, и называются они поэтому ноги. Что про них можно рассказать? Во-первых, технология. Ноги, как правило, на вилках конические, то есть они утончаются к низу, то есть здесь вот вилка потолще, здесь вилка потоньше. На бюджетных вилках это заметно меньше, на других вилках это заметно больше. Конечность ног сбавляет вес, то есть у вас не везде здоровенная труба, а сверху здоровенная труба, а снизу труба поменьше. Ну, очень грубо. Также вилки отличаются баттингом. Баттинг – это переменная толщина сечения самой трубы. Ну, то есть у вас помимо формы трубы, что она вот сужается, еще и материал трубы тоже сужается. То есть наверху его много, внизу его мало. Ну, там не все так примитивно, как я сейчас рассказываю, там более сложные расчеты, измеряются, где напряженные места вилки, где менее напряженные, и там, где нагрузка на вилку меньше, труба делает потоньше, а там, где нагрузка на вилку больше, труба делает потолще. И за счет этого дополнительно экономится вес, ну, потому что у вас не везде, как я уже говорил, сплошная толстая труба, а разная толщина трубы. Помимо батинга и конических ног, также важна термообработка. Как правило, дорогие и хорошие вилки термообрабатывают, зачастую делаться после сварки, для того, чтобы вилка служила дольше, швы не разваливались еще дольше, и вообще было бы все по красоте. В общем, термообработка тру, сталь становится тверже, ну, очень сейчас примитивно, грубо говоря. В общем, вилка термообработан надежнее, чем вилка без термообработки. Наиболее яркий пример, самый известный, пожалуй, термообработки, это FOTIMONE TERMAL, термообработка одиссейских вилок, после чего вилки становятся просто... А можно посмотреть видосы у Одиссея, как они их мучают и насилуют, и одиссейские вилки выдерживают вообще практически все. Но справедливости ради, это видео не суперактуально, и сейчас многие бренды делают свою фирменную термообработку, которая немногим хуже, например, у King High, есть своя термообработка у Eclay, есть своя термообработка у Shadow, есть своя термообработка... Короче, термообработанные вилки true, это главное, что нужно запомнить. Самая главная особенность вилки, то, на что смотрят в первую очередь при выборе вилки, ну, как правило, это дропауты. Дропауты, во-первых, бывают двух типов, стандартные дропауты и инвесткаст дропауты. Тут стандартные, тут инвесткаст. Стандартные дропауты просто привариваются к ногам вилки, ну, вот здесь видно швы, нормальные швы. Это неплохо, ну, то есть, если вилка без инвесткаст, конечно, она сломается. Это значит, что она чуть менее технологична, чем инвесткаст. А инвесткаст вилки, это когда у вас приваривается не дропаут, а прям цельный элемент. То есть, вот эта вот вся штука вставляется внутрь вилки и обваривается по кругу. Я специально взял вилку БСД, потому что на ней лучше всего видно швы. Они здесь заполированы, их нельзя почувствовать рукой, и на черной вилке их не видно. Но вот на вот этой вот роу серой вилке хорошо заметно вот этот вот шов, который вынесен с дропаута на менее нагруженную часть вилки и обварен по кругу. Соответственно, площадь шва увеличивается, место для шва выбрано лучше, чем когда на самом дропауте. Ну и вообще красота. Но, естественно, вилки с инвесткаст дропаутами стоят больше, чем вилки без инвесткаст дропаута. Ну, как правило. Мы не берем, например, там всякие скидки и так далее. И, кстати, некоторые вилки без инвесткаста тоже дорогие, потому что они просто крутые и надежные. А еще на инвесткаст дропаут мне очень нравится, как вот всякие делают всякие выдавленные штуки. Вот тут, вот тут прям. Очень красиво получается. По поводу дропаутов, кстати, еще бывают дропауты под 14 мм, но это редко встречающаяся штука. Раньше они были 14-10 мм, сейчас остались только 10-мм дропауты. Если кто-то катается на 14-мм, напишите в комменты. Оставим сердечко, не знаю. Порадуем за вас. Короче, 14-мм дропауты встречаются на старых вилках. На новых вилках все дропауты под 10 мм. Все современные путылки делаются под 10 мм, не важно, путылки на болтах или на оси. Теоретически вы можете кататься на 10-мм втулке в 14-мм дропаутах, сильно ее затянув. Но это вообще ни разу не прикольная идея, потому что все равно у вас в оси не будет нормально держаться. Но энтузиасты есть, мы про таких тоже знаем. Помимо того, как крепятся дропауты, в первую очередь важна их длина. То есть выбег, то есть расстояние от перпендикуляра, от ноги вилки до центра крепления оси втулки. Поняли, да? Вот втулка у вас сюда ставится. И вот в зависимости от того, какой у вас длины дропауты, она будет на разном расстоянии. Это вот называется оффсет, он же выбег вилки. И вот вам наглядный пример. Вилка с маленьким выбегом, вилка с большим выбегом. Выбег вилки влияет на базу велосипеда. Чем больше выбег, тем больше базы, потому что тем дальше у вас переднее колесо находится от заднего колеса. Ну, очевидно. Выбеги вилок в среднем варьируются от 15 до 35 мм. По флоте используются вилки с нулевым выбегом, но это флэт, это отдельная вообще тема. В стрите парке, как правило, от 15 до 35 мм. В парке выбег подлиннее, потому что нужна больше стабильность. В стрите выбег покороче, потому что в стрите чаще используют ноуз штуки всякие. Как вы, наверное, уже догадались, раз покороче используют ноуз штуки, чем короче выбег, тем меньше база велосипеда, тем проще его закидывать на ноуз менуалы. Но тем менее стабильным он становится. И чем длиннее выбег, тем стабильнее велосипед, тем проще его контролировать в воздухе, тем он стабильнее себя бьет на приземлении, если у вас не будет резкого ухода руля. Вообще будет все по кайфу. Если вы летаете много, далеко, высоко и так далее, то берите вилки, ну, не знаю, 32 мм, например. Если вы стритовый пацан, который катается только на переднем колесе, можете посмотреть в сторону, не знаю, 15-мм выбега. Средний выбег сейчас для вилок, ну, где-то 24-26 мм. Это такая золотая середина. Во всем хорошо будете ощущаться. Ну, дальше экспериментируйте на вкус и цвет. На самом деле важнее ваш скилл, а не ваша геометра велика. И можно на длинных вилках хорошо кататься, а можно на коротких далеко летать. Но просто имейте в виду, что комфортнее делать ноуз штуки на коротких выбегах и стабильнее чувствовать велосипед на длинных выбегах. Я говорю, что они от 15 мм начинаются. Но вот, например, у Shadow весной, мы не знаем, надеемся, что летом приедет. Причем в сезон выйдет вилка Shadow 13, Shadow 13. У нее 13-мм выбег, соответственно, стритовая, вот для того, чтобы на переднем колесе кататься. Просто рассказываю, что, ну, прикольно, там, вороны, цирк, 13, по красоте, все. Prima Strain была с коротким выбегом. Не могу не рассказать про Odyssey Director. У нее был выбег большой, она была 32 мм. Но у нее выбег достигался не за счет дропаута, а за счет наклона самой вилки. То есть, у вас ноги вилки шли не продолжением штока вниз, а вот они вот отстояли вот так вот. И, в общем, он как будто бы нулевой выбег, потому что колесо вставлялось в вилку. Вот прям вот так, бац, и ставили. Но за счет того, что вилка сама, ноги стояли, выбег был 32 мм. Я не знаю, зачем вам знать информацию, но вот, в общем, вот. Всякую дичь в моем периодичке пробует. Пробует и, слава богу, она не приживается, а приживается проверенный временем стандарта. И это замечательно. Все, что вам нужно запомнить по поводу дропаутов, что инвесткаст с перенесенными швами, длинный выбег для стабильности, короткий выбег для закидов на переднее колесо. Если вы не катаетесь на Нозмойле постоянно и не летаете какие-нибудь огромные дёрты, берите что-то в районе 25 мм, ну там плюс-минус, и не облавливайте. Вообще вот золотая середина, идеальный вариант, 22-26, ну просто у разных производителей, разные длины. Вам будет прям норм. Все автомаркет-вилки сделаны из хрома молебдена. Некоторые автомаркет-вилки сделаны из японского хрома молебдена, из санка труб. Это трубы, которые делаются на заводе в Японии, потом их приводят на завод в Тайвань, и в Тайване уже из них варят вилки. Санка трубы с меньшими допусками, они качественные, надежные и вообще. Но если трубы не санка, то вилки все равно можно делать надежные, качественные и вообще. Вилки, которые ставятся на комплиты, иногда бывают не полностью хрома молебдена, иногда бывают полностью хай-теновые, когда у вас и ноги, и шток хай-теновый. Иногда бывают комбинированные вилки, когда у вас ноги хай-теновые, а шток хрома-лебденовый. хромолебденовый шток, впрессовывается, ноги из хайтена. Хайтен вилки тяжелее, потому что для того, чтобы добиться схожей прочности на хайтен стали, нужно сделать ее толще, чем хромолебденовую сталь. Ну, очень тоже, упрощая. И несколько менее надежны могут быть из-за того, что у них меньше технологий, но честно, сильно не заморачивая, если вы берете себе первый велосипед, первый комплит, и вот вы накопили на велику второго хайтен вилка, покатаетесь, сломаете, поставите себе новую. Вряд ли вы будете на первом велосипеде прыгать или тору и ломать себе зубы из-за того, что вилка под вами сломалась. Скорее всего, будете делать какие-нибудь первые баники 180, не знаю, дропы с трех ступенек, и на таких нагрузках вилка не сломается в щепки сразу под вами, а погнется. И погнется на самом деле любая вилка, потому что ну, любая вилка это железо, и любое железо копит усталость, и любое железо гнется, трескается, ломается и так далее. Поэтому, ну, не сильно заморачиваясь. Самое главное, катайтесь, а вот уже во вторую очередь думайте о том, на чем вы катаетесь. Ну, на мой взгляд, это правильный подход. Но, еще раз повторюсь, можете брать хромоль, берите хромоль. По поводу гарантии, раз я заговорил про то, что вилки ломаются, гнутся и так далее. Да, вилки ломаются, гнутся и так далее. И неважно, у вас вилка с пожизненной гарантией или с непожизненной гарантией. Пожизненная гарантия означает гарантию на срок жизни вилки. Не на срок жизни вас, а на срок жизни вилки. И вилка, ну, тут вот производитель немного хитро поступает, потому что нигде не пишут прям вот Четко, что уважающая себя вилка живет 2 года. Нет, это не так, но тем не менее, если вы катаетесь на вилке даже с поджизненной гарантией, и катаетесь в стриту, укатываете ее, жестите, падаете с велосипеда, кидаете велик, и что-то в общем происходит, то в любом случае вилка сломается. И скорее всего производитель вам скажет, что чувак сорян, но ты ее сломал, это не поджизненная гарантия. Мы гарантируем, что у нее нет производственных дефектов, то есть что с завода все было проварено, все было красиво, не было никаких торчащих штук, не было, не знаю, дырок в проваре, не было дефектов лакрасочного покрытия. А вот то, что я укатал и сломал, ну, блин, это BMX, запчасти катаются и сломаются. Да, есть кейсы с вилками некоторых производителей, которые меняются вне зависимости от поломок, но в последнее время, поскольку мы видим все гарантийные обращения, мы все чаще обращаем внимание, что производители на пожизненную гарантии отвечают, вообще, что, блин, чел, все ок, но ты сам посмотри, ты два года жестил, и вилка тресла, ну, бывает. В общем, пожизненная гарантия не панацея, это скорее уверенность производителя в том, что он делает на заводе все прям максимально четко и контролирует каждый этап производства. Любое железо сломается, если вы долго катаетесь на одном и том же железе, неважно, вилка, руль, рама, то подумайте, возможно, стоит их заменить, потому что на какой-то момент просто оно под вами умрет. Например, райдеры нашей команды, они меняют железо периодически не потому, что оно сломалось, а потому что они понимают, что оно копит усталости, что пора бы уже менять, не знаю. Тёмик Агарков, он регулярно меняет рули, они у него не гнутся, не ломаются, потому что он долго и безупречно катается. Но тем не менее, понимают, что, блин, я на руле катался больше года, а больше года катания Агаркова, это, ну, многим за жизнь столько не выкатать. И поэтому лучше сменить. С вилками точно такая же история, неважно. Пожизненная гарантия, полугодовая, годовая. В общем, если вы упиваете железо, то оно умрет вне зависимости от того, что написано на сайте производителя большими буквами. Просто смиритесь с этим. Если вы берете себе вилку в магазине, она будет с цельным штоком, она будет из хрома либдена, и первое, на что вам стоит обратить внимание, это её выбег. Хотите себе стабильный велосипед, берёте выбег побольше, хотите себе резкий велосипед для анонсов, берёте выбег поменьше. Во вторую очередь, посмотрите на виска с дропауты, ну, круто, если они есть, если их нет, тоже, в принципе, ничего страшного. Это, например, вилки Шторм, не с инвиска с дропаутами, но с пожизнегарантией. То есть там всё настолько красиво, чётко приварено, что инвиска, в общем-то, и не нужно. А в остальном выбирайте по цвету, весу и технологиям. Пишите обязательно, о чём нам снимать ещё. Мы знаем, что такое же видео уже выходило, возможно, вы его даже видели, но, к сожалению, оно сейчас недоступно для зрителей. А мы знаем, что всё больше народу приходит в BMX и интересуется железом, и хотят знать, на чём им кататься. Так что мы воспроизводим то, что делали ранее. Напишите, о чём снимает следующая обучалка, и вообще, пишите нам что-нибудь хорошее. Подписывайтесь на канал, лайкайте. Рассказывайте друзьям. До новых встреч.